Патриоты Таганрога Здесь Падресу Итальянский, 55, 15 сентября 1923 года родился известный в России и за рубежом поэт-песенник Михаил Танич. Здесь он провел свои юношеские годы и прожил до 1938 года, когда случилась трагедия в его семье. Его отца, крупного хозяйственного руководителя, арестовали по надуманным обвинениям, что было, впрочем, обычно в то тяжелое и трагическое время. Он переехал в Ростов к деду, где достиг совершеннолетия, и уже когда грянула Великая Отечественная война, он поступил в армию. Сражался на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в штурме Берлина, был ранен, награжден орденами славы и Отечественной войны первой степени, многими медалями за мужество и храбрость. После войны нехорошая семейная традиция настигла и его, и его по доносу арестовали. И он провел многие годы в лагерях. Может быть, именно поэтому через много лет он создал знаменитую группу «Лесоповал», стихи для песен, которые писал лично. Но до этого ему удалось создать ряд песен, которые стали хитами. Это и «Черный кот», гремевший буквально из каждого окна в 60-е годы, и «На недельку до второго я уеду в Комарова», и «Лиричную погоду в доме». Но что вам рассказать про Сахалин? В общем, можно до бесконечности перечислять шедевры. Михаил Исаевич долгое время не решался приехать в наш город. С одной стороны, это были чистые воспоминания юности, а с другой – воспоминания о трагедии, произошедшей с его семьей. И, наконец, незадолго до смерти, он решился это сделать. Посетил вот этот вот дом, посетил стадион, где он играл мальчишкой, вышел на центральный пляж. В общем, он почувствовал вновь единение с Таганрогом. У меня не было близких друзей, у нас никто не играл в футбол. У меня друзья были все по футболу, а не по школе. Вот меня волнует, что вот мальчишки – это я. Вот это я, такой вот пацан. На том же самом месте. То есть не все меняется, а есть что-то. Вот, 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 вот это я. Вот это я. Вот смотрите, на том же самом месте. Начинался несостоявшийся футболист. Несостоявшийся мастер спорта. Может быть, несостоявшийся Роналдо. Аккуратно. Бросьте мне мячик, я вам ударю так, с лету, брось. Вот так, да. Михаила Исаевича не стало. Но память о нем живет в нашем городе. Существует футбольный турнир на приз Михаила Танича. А главное, в душах таганрожцев вечным им памятником останутся его прекрасные песни. 8 лет назад, 15 сентября 2013 года, в день 90-летия Михаила Исаевича, у Дома молодежи собрались таганрожцы-почитатели творчества нашего земляка и гости города, хорошо знавшие поэта, работавшие с ним и сегодня исполняющие его песни. Ну, не знаю, наверное, он бы сейчас на меня маленько обиделся, но он великий человек. Только такие могут обижаться на таких клиентов. Мне очень приятно, что я здесь сегодня. Спасибо, что мы можем сегодня с вами поговорить о Таниче. Лично для меня этот человек никогда никуда не уходил. Когда я родилась, уже был черный кот, и, в общем-то, я выросла на этих песнях. Судьба дальше подарила мне дружбу с этим прекрасным человеком. А после того, как его физически с нами не стало, мы все равно продолжаем с ним работать. Все равно появляются его новые песни. И все равно с нами рядом есть его большая половинка, Лидия Николаевна. Давайте ей похлопаем. Это великая женщина. Есть вы, его земляки, и есть прекрасный город Таганрог, куда теперь можно просто приезжать и посмотреть, где же рождаются настоящие поэты. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, вас здесь так много, я даже не ожидала, чтобы вы бросили свои заботы, дела, время обеда и пришли сюда. Спасибо. Я тронута честью, которую вы ему оказали, что решили поставить памятник. И мне нравится, что он пьедестал на траве. Он такой же человек, как и вы, такой же плоди от плоди, такой же сын этого народа. Я вам прочту сейчас стихотворение сошутливое насчет его популярности, славы. Надеваю на себя шляпу и притягиваю дождь, как магнитом. Примеряю на себя славу и кажу себе болван знаменитый. И ни разу в суетах вечных на себя не оглянусь здраво. От лицу ли мне вообще песня? От лицу ли мне вообще слава? Какой он был демократичный мужик. А вот что он сказал о себе. Как долго я шел по снегам и заторам, К той цели, которая мне и теперь не ясна. Кому-то фартило, и ангелы пели им хором. А я оглянуться боюсь, позади крутизна. Стою высоко, но хотя и вершина не видно, Заходится дух, если вниз, не взначай погляжу. Других не толкал. Я взобрался, не стыдно. А в пропасти кто? Это я там, разбитый, лежу. Вот вы ему сделали приют. Уже восемь лет эта скромная стела напоминает жителям и гостям города о том, Что именно в Таганроге родился замечательный человек, Участник Великой Отечественной войны, Легендарный поэт-песенник, Автор «Черного кота», «Погоды в доме» и многих других популярных песен, Почетный гражданин Таганрога Михаил Танич. И хочется верить, что хотя бы к столетию Михаила Исаевича Здесь все-таки появится памятник поэту. И тогда он навсегда вернется сюда, в город своего детства. Так что Таганрог в моей жизни, видимо, занимает довольно прочное место. Я даже сам до поездки сюда этого не знал. Очевидно, что детство – самая сильная пора в жизни каждого человека. Вернется детство – сладкая затея, Не сетовать, что жизнь прошла зазря, Лежать ни в чем на пляже бронзовее, Не думая о первом сентября вернуться в детство. Врать себе безбожно, что кто-то ждал и знал тебя сюда. Вернуться в детство – это невозможно. Там нашего ни звука, ни следа. Субтитры создавал DimaTorzok